Всем привет! Говорят, что поклонники Toyota не понимают фанатов модели Volkswagen. То есть, одни счастливо ездят на своих автомобилях, а другие знают всё про масложор и другие неприятности. Давайте пристально рассмотрим Toyota RAV4 третьего поколения. Многие его считают лучшим по надёжности кроссовером. Давайте разбираться, так ли это на самом деле. Итак, встречаем Toyota RAV4 третьего поколения. Toyota RAV4 в третьем поколении стала крупнее и вместительнее, превратилась в полноценный кроссовер. Привод на заднюю ось подключается автоматически. Плюс стал шире выбор чисто переднеприводных версий. А после второго рестайлинга именно такую машину мы сейчас наблюдаем. Стали доступны вариаторы. Ещё одна особенность Toyota RAV4 третьего поколения с 2009 по 2011 год, а это время первого рестайлинга, автомобили с двигателями в штатах 2.4 V6 и 3.5 V6 продавались в удлинённом варианте. У таких машин колёсная база длиннее, на 10 см. Вообще такое удлинение было вдохновлено чисто японской модификацией, которая называется «One Guard». А вот трёхдверных кузовов у RAV4 с этого поколения уже не было. Состояние кузова Toyota RAV4 сильно зависит от возраста и среды эксплуатации. Немало машин, к сожалению, до рестайлинговых поражены сильно коррозией. Дело в том, что из-за влаги и реагентов очень страдает днище и все сопутствующие запчасти, то есть рычаги подвески, подрамники. Также пружины корродируют и иногда из-за этого лопаются. У RAV4 может даже насквозь проржаветь труба от заливной горловины бака до самого бака. Вот эта труба, оригинальная новая, стоит 200 долларов. И если поставить и не защитить антикором её, то она проржавеет вновь. Плюс обязательно надо покрыть антикором всё пространство за локерами, не только за задним левым. Снаружи коррозия образуется на кромках колёсных арок, а также на нижней части двери багажника. И ещё лакокрасочное покрытие Toyota RAV4 третьего поколения второго рестайлинга очень часто критикуют за то, что образовывается ржавчина в сколах на капоте. Как отмечают сами владельцы, у которых RAV4 был долго в эксплуатации, одни из первых деталей, которые подлежат замене, это фиксаторы всех четырёх дверей. Ну, естественно, всё зависит от эксплуатации. Симптомы такие. Двери просто перестают фиксироваться при открытии и закрытии. Ну, грубо говоря, распахиваются вот так вот, как калитки. Новые ограничители стоят передний и задний по 60 долларов. Также есть в продаже ремкомплект для фиксаторов ограничителей. Но чтобы их установить, надо подойти творчески. То есть творчески рассверлить, а затем собрать и скрепить корпуса оригинальных ограничителей. Также ещё на Toyota RAV4 третьего поколения используют ограничители от Toyota Auris. Но сегодня они дороже. И также удивительным образом сюда подходят ограничители от Skoda Fabia. Они долговечнее и стоят дешевле по 40 долларов. Ну, а люфт петель боковых дверей, как на других Toyota, проявляется при пробеге в 300 тысяч километров. Дорестайлинговый RAV4 носили рюкзак в виде подвешенного на задней крышке багажника запасного колеса. Так вот, с этого поколения это колесо стало необязательным атрибутом. То есть есть оно или нет, зависит от рынка, для которого эта машина предназначена. Так вот, если здесь есть запасное колесо, то обычно к пробегу в 150 тысяч километров дверь провисает и начинает стучать при проезде по неровностям. Петли задней двери можно оживить ремкомплектом, в который входят оси петель и втулки к ним. Добавим, что декоративный колпак, который прикрывает вот это заднее колесо, очень часто входит в поле зрения автомобильных воров, потому что он легко снимается. Но если колпак не увели, он начинает через какое-то время бренчать и лязгать. И приходят на помощь всякие уплотнители и также антискрипы. Ну и еще реже, но тоже при больших пробегах, реставрации и регулировки требует замок распашной двери багажника. При пробеге в 150 тысяч километров возникает необходимость поменять рулевой шлейф. О его неисправности в первую очередь говорит негаснувший индикатор неисправности подушек безопасности. Шлейф оригинальный стоит от 120 до 140 долларов. Есть два вида шлейфов в зависимости от количества кнопок на руле. Также есть десяток заменителей этих шлейфов от 20 до 40 долларов. К интерьеру Toyota RAV4 только лишь одна претензия. Это повседневное использование жесткого пластика. О премиальности Lexus тут остается только мечтать. Зато этот пластик износостойкий. Из каких-то серийных поломок можно упомянуть фиксатор крышки подлокотника, западающую кнопку верхнего бардачка и намокание коврика под ногами штурмана из-за лопнувшей трубки к стеклоомывателю на двери багажника. Если ковер спереди-справа в салоне намокает после дождя или после мойки, то нужно загерметизировать периметр кожуха, который прикрывает салонный фильтр. Это все находится спереди-справа под лобовым стеклом из-под капота. Проблемы с системой вентиляции в основном наступают при больших пробегах и касаются в основном дорестайлинговых машин. Например, перестает работать обдув на лобовое стекло. А причина – обломные тяги в механизме заслонок. Также, если RAV4 третьего поколения не может влажную погоду просушить окна, то тогда причина в заклинившей заслонки и рециркуляции. В этом случае, скорее всего, при компьютерной диагностике выбьется ошибка. Иногда бывает, что забивается радиатор печки всем тем, что циркулирует по большому кругу охлаждения двигателя. Да, мы понимаем, что это зависит от условий эксплуатации, а также от возраста автомобиля. При такой проблеме не будет достигаться нужная температура в правой части салона. Именно нужная высокая температура. Чтобы решить эту проблему, придется разбирать всю переднюю панель и глубоко лезть туда, иначе не добраться до неисправных узлов. Зато с электроникой у Toyota RAV4 всё довольно-таки хорошо. Наверное, поэтому мелкие неисправности вызывают загорание всевозможных индикаторов. Ну, например, если отказал концевик педали тормоза, то тогда высвечивается ошибка ABS и VSC. И бортовой компьютер сообщит вам о том, что тормозная система неисправна. До рестайлинговой RAV4 третьего поколения оснащались рядными четвёрками, которые ещё были выпущены в 2000 году. И это агрегаты серии AZ. Да, поначалу они наделали много шороху, потому что крепеж под болты ГБЦ, то есть резьба, оказалась слабенькой. Из-за этого головки блока поднимались, не отрывались, естественно, но нарушалась герметичность по стыку прокладки ГБЦ. Но это уже дела давно минувших лет. Сегодня моторы AZ в большинстве своём живы и здоровы, но многие подъедают масло. Тут уж либо маслосъёмные колпачки задубили, либо же поршневые кольца забились частичками закоксовавшегося масла. Ну, а вообще эти моторы способны пройти полмиллиона километров. Помимо адекватного обслуживания они будут требовать очистки дросселя и расходомера раз в 70 тысяч километров. Также надо присматривать за помпой и задним сальником коленвала, а при огромных пробегах надо будет отрегулировать тепловые зазоры клапанов. В 2001 году вместе с первым рестайлингом появился двигатель. Совершенно новый рядная двухлитровая четвёрка 3AZ, которая пришла на смену 1AZ. Мы, кстати, давали резюме по этому мотору в нашем обзоре на Toyota Avensis третьего поколения. Это годный и надёжный мотор, но вот и его хитрая система Valvematic порой грозит дорогущей заменой своего актуатора. Раз в 150-200 тысяч километров придётся освежить фазовращатель впускного распредвала или даже оба. А при замене масла обращайте внимание на сухость под натяжителем цепи. Этот участок двигателя лучше всего виден именно при взгляде снизу, так как он обращен к моторному щиту. Запотевание под болтом натяжителя цепи – это не всегда недорогая прокладка, которая находится под ним. И ещё иногда приходится садить на свежий герметик весь кожух ГРМ. И ещё у этого мотора странный вакуумный насос. Он начинает чавкать, а это значит, что он просит примерно долларов 500 на новый. То есть, надо его поменять на новый. RAV4 с V6 приезжали из США. Мотор 2GR крепок и долговечен. Но у него есть некоторые слабости в системе охлаждения. И некоторые слабости в системе охлаждения были устранены по гарантии. У нас же на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Обязательно посмотрите, если хотите знать о нём всё. Ещё Toyota RAV4 третьего поколения встречается с 2,5-литровым мотором 2ARFE. Такие версии также привозились из США. Этот двигатель в большинстве своём не имеет практически недостатков и может пройти полмиллиона километров. Единственное, что обязательно обслуживайте его правильно, а именно заливайте масло вязкостью 0V20 или 0V30. Если будете использовать более вязкие масла, то это неминуемо приведёт к залеганию поршневых колец. Да, в инструкции по эксплуатации к этому мотору написано, что можно использовать более вязкие масла вплоть до 20V50. Но это лишь применимо к круглогодичной жаркой эксплуатации. Турбодизели под капотом RAV4 третьего поколения – это турбодизель собственного производства объёмом 2,2 литра. Очень спорный мотор. Либо он страдает от пробивания прокладки ГБЦ, что может происходить вплоть до 2019 года, когда Toyota отказалась от собственных 4-цилиндровых дизелей и перешла на агрегаты BMW. Кстати, разгерметизация и даже трещины верхней части цилиндров у дизелей 2AD подтверждается сервисным бюллетенем Toyota. Однако у дизельных Toyota RAV4, да и других Toyota, много поклонников, которые не знают с ними бед. Особенно если моторы перешиты, вся экология отшита и удалена, а в баке плещется только качественное дизельное топливо. Топливная система Denso ремонтируется не во всех мастерских, а пьезоэлектрические форсунки для моторов Diket и D4D под евро 5 – это просто дорого. Однако об этом узнают только при пробеге более 400 тысяч километров. В общем, если и брать дизельный Toyota RAV4 3-го поколения, то только ухоженный и досмотренный, и не отказывать мотору и всей машине в качественном масле и качественном топливе. Ну а если вы хотите больше знать про мотор 2AD, то милости просим на наш канал. У нас есть подробнейший обзор. Кстати, те, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что мы выпускаем 6 феноменально точных технических видео в месяц. Так что вас ждет очень много всего интересного. Нажмите «подписаться» и колокольчик. Ну а теперь поговорим об автоматических трансмиссиях для Toyota RAV4 3-го поколения. Вместе с моторами AZ до рестайлинговой RAV4 донашивали четырехступенчатый автомат U241. Это автомат старой школы, поэтому он надежный и неприхотливый. Выхаживал по 400 тысяч километров. Хотя на сегодняшний день вы понимаете, что самый большой враг этого автомата – это старость, то есть естественный износ. Хотя капремонт этой трансмиссии сравнительно недорогой. Но чтобы его отсрочить, можно менять масло чаще. И, кстати, фильтр меняется после снятия поддона. А вот с двигателем объемом 3,5 литра всегда устанавливалась 5-ступенчатая трансмиссия. Этот агрегат называется U250E. Он сделан на основе трансмиссии U241. Изначально эта трансмиссия была менее проблемной и остается менее проблемной, чем U241. Она разумно усилена под возможности более мощного двигателя. Рекомендации те же – частичная замена масла. В обоих случаях удается слить около 4 литров фильтр также без проблем меняется. А вот о скором капремонте говорят скорее не пинки, а скорее пахнущие гарью масла. А это говорит о сильном износе фрикциона. А вот с приходом рядной двухлитровой четверки Toyota RAV4 получили совершенно новую трансмиссию – вариаторы от Aisin. Так вот, это вам не джатка, чья надежность в 2010-е годы не вызывала никаких восхищений. Инженеры компании Aisin сделали все возможное, чтобы не повторить неуспех своих коллег, которые делали вариатор для Nissan. Так вот, эта трансмиссия способна пройти 150 000 километров без замены масла. А если не злоупотреблять резкими разгонами и менять масло каждые 50 000 километров, то эти вариаторы ходят и по 300 000. Реально слабое место вариаторов Aisin – подшипники валов и солнечной шестерни. Они не выдерживают максимальных ускорений под горку и на трассе. При действительно неадекватной эксплуатации случаются трещины на фланце дифференциала, трещины корпуса трансмиссии возле дифференциала, а сильно изношенный наборный ремень вариатора Aisin может порваться и размолотить весь агрегат изнутри. В этих вариаторах стоит менять масло каждые 30-40 тысяч километров. Достаточно слить 3,5-4 литра масла через сливную пробку. А также наш совет – каждую вторую замену масла менять фильтр. Полный заправочный объем масла – 9 литров. Кстати, следует использовать фирменное масло Toyota CVT Fluid TC и не использовать жидкость FE. Потому что жидкость FE создана для того, чтобы улучшить топливную экономичность. И хуже защищает вариатор от износа. На вариаторах 100-й серии только один фильтр. Дополнительного фильтра тонкой очистки, как на вариаторах 300-й серии, нет. Конкретная модель вариатора указана на информационной табличке. Вот здесь у нас, в данном случае, K111F. Ну, а те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. У нас много интересного точного технического контента. Будьте знать, еще о машинах. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Напоминаем, что помимо очень качественных БУ-запчастей, в «АвтоСтронг» есть еще новые запчасти, а также есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами, без аварийной и продаем с полным пакетом документов. Нужен байк – обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки я оставлю в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Нередко при пробегах в 150 тысяч километров RAV4 полноприводы начинают гудеть, как троллейбус, а этот гул издает подшипник муфты полного привода. То есть, в него попадает вода и грязь, он плохо защищен от внешних воздействий. И если владелец долго игнорирует этот гул, то это может закончиться тем, что муфта просто расколется по окружности. И это происходит из-за заклинившего подшипника. Уже давно этот подшипник можно поменять на новый. Его типоразмер – 95 на 120 на 13. В продаже есть не оригинальный ремкомплект. Также некоторые мастерские рекомендуют устанавливать и устанавливают более живучие подшипники с обоймой 17 миллиметров вместо 13. Сама по себе муфта надежная и не ломается. Ну разве что, если не использовать, этот автомобиль не по назначению, то есть по асфальту буксовать. Это приведет к износу муфты. Ее рабочая часть – это фрикционы со стальными дисками. Об износе муфты говорит скрип и скрежет при повороте, когда включен режим блокировки муфты, то есть режим 4WD Lock. Сама по себе муфта, подключающая заднюю ось, беспроблемная и необслуживаемая. Она электромагнитная. Никакой гидросистемы с насосом, как в Haldex, здесь нет. Отдельно проговорим, что это никакая не вискомуфта. Сюда подходит провод для возбуждения магнита, который и блокирует эту муфту. Тем самым, ведущая шестерня заднего редуктора жестко соединяется с карданным валом. В заднем редукторе всего лишь 500 грамм масла 75V85GL5. Поэтому даже при незначительных утечках редуктор быстро осушается. Поэтому меняйте текущие сальники сразу, когда заметите течи, и обновляйте масло в редукторе каждые 40 тысяч километров. Тем более, это написано в инструкции по эксплуатации данного автомобиля. Карданный вал Toyota RAV4 едва ли можно назвать проблемным местом. Здесь все как обычно. Отдельно оригинальные крестовины и подвесной подшипник к нему не продаются, а изнашиваются они в зависимости от условий эксплуатации. Влага и мельчайшие песчинки подтачивают их здоровье. В целом и крестовины, и подвесной подшипник вместе с опорой можно купить от неоригинальных производителей – предложений моря, что реально отражает спрос на эти детали. С раздаткой, а точнее с угловым редуктором на Toyota никаких проблем нет. А вот пыльники полуосей теряют герметичность и начинают потеть каждые 100 тысяч километров. Рулевая рейка у Toyota RAV4 третьего поколения всегда электрическая. К счастью, ее электрические компоненты обычно нареканий не вызывают. Со временем рейка может застучать, но в этом ничего страшного. Достаточно поменять только направляющие втулки рейки. Кстати, с 2008 года направляющие втулки стали выносливее. Но в целом реставрация рейки может понадобиться каждые 150-200 тысяч километров. Если в руле появился стук, то обязательно нужно проверять все сочленения рулевого вала. Крестовины, его карданчики и даже шлицы на промежуточном валу могут люфтить. Это характерно для многих Toyota на больших пробегах. Суппорты Toyota любят смазку и ласку. В противном случае закисают своих направляющих, а также направляющие изнашиваются. Поэтому при езде по ухабам суппорты начинают дребезжать. Раз в два-три года надо проводить профилактику суппортов и менять ремкомплект. У Toyota RAV4 третьего поколения любопытная конструкция стоек заднего стабилизатора. Они торчат из подпружиненных рычагов. Иногда эти стойки отламываются в нижней части крепления, а иногда стойки ломаются пополам. Если говорить о втулках заднего и переднего стабилизатора, то они зачастую ходят меньше, чем сайлентблоки рычагов и вызывают стук в подвеске. Оригинальные втулки стоят 8 долларов для заднего стабилизатора и 16 долларов для переднего стабилизатора. Это цена за штуку. В целом подвеска очень живучая. Продолжим рассказ о задней подвеске. Так вот, 200 тысяч километров. В ней ничего менять не придется, никаких сайлентблоков. Но если захотите поменять сайлентблоки, то Toyota традиционно не продает оригинальных сайлентблоков. Придется покупать дорогой неоригинал. На самом деле можно купить недорогой неоригинал, а один неоригинальный производитель продает ремкомплект, который состоит из 12 сайлентблоков. Стоит такое удовольствие 170 долларов. Прибавьте еще работы по перепрессовке, а также по установке. Одними из первых треснут сайлентблоки верхних рычагов бумерангов. Оригинальные стоят по 140 долларов, неоригинал по 30-40 долларов. Продольные рычаги с единственным сайлентблоком стоят по 100 долларов. Тяги переднего стабилизатора в оригинале продаются по 20 долларов. Шаровая опора передних рычагов меняется отдельно и по оригиналу стоит всего лишь 25 долларов. Ступичные подшипники сборные и идут вместе со ступицами. Служат долго. Стоимость передних ступиц 160 долларов, задних 100 долларов. Toyota RAV4 третьего поколения – это типичная Toyota. Да, дубовая по пластику и дубовая по ощущениям подвески, но очень выносливая. Именно эта тема про выносливость делает так, что эти машины добивают и не обслуживают. И они превращаются в нечто неинтересное и их не рассматривают к покупке. Так вот, если каждую замену масла, превентивно осматривать подвеску, обращать внимание на течи масла и не закрывать глаза на коррозию, этот автомобиль пройдет и 500 тысяч километров. Ну а если вы хотите, чтобы мы делали вот такие интересные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».